Субтитры делал DimaTorzok Если есть какие-то проблемные места, и мы до них пока не добрались, не дошли, я призываю граждан сообщать об этом. Парить или не парить, Кадмин поддержал идею штрафовать россиян за пользование вейпом в общественных местах. Это многим людям не нравится, это неправильно. Я так и стараюсь не пустить. Во время очередной проверки крымских пляжей Роспотребнадзор обнаружил ряд нарушений санитарных требований в трех районах республики и Севастополя. Из почти 800 проб 15 не отвечали нормам биологической безопасности. Роспотребнадзор временно закрыл проблемные пляжи до устранения нарушений. Таким образом, крымчанам запретили купаться на трех пляжах в Алуште, двух в Ленинском и одном в Бахчисарайском районе. Четыре рекреационные зоны в Севастополе также признаны опасными. Специалисты ведомства уже отобрали дополнительные пробы. В случае, если они будут соответствовать требованиям, люди снова смогут купаться в этих местах. Высокий сезон. В Крыму начала цвести амброзия. В Симферополе уже активно идет борьба с растением, которое вызывает аллергию. Его скашивают, а то место, где оно росло, опрыскивают специальным веществом. Что рекомендуют специалисты людям-аллергикам и как проходит процесс борьбы с амброзией – подробности в нашем следующем сюжете. Родина амброзии – Америка. К нам она попала в позапрошлом веке вместе с семенами красного клевера. Существует три вида этого растения. В кратчайшие сроки амброзия способна превратить плодородную землю в пустырь. Сегодня люди в спецодежде вышли на борьбу с вредителем в Симферопольской каменке. За день планируют обработать четыре улицы. В некоторых местах высота опасного для здоровья сорняка достигла уже больше двух метров. До этого рабочие удаляли амброзию на улице Севастопольской. Процесс уничтожения растения постепенный. Восемь ее закапываем и опрыскиваем ядохимикатами. Закапываете куда? Ямруем. Специально? Конечно. Здесь, на территории Каменки? Ну, где-нибудь, да, там, где не ходят люди. В администрации города составлен список участков, которые обрабатываются ежегодно. Власти Симферополя отмечают, что чаще всего амброзия встречается в районе улицы Ковыльная, на Грессе и вдоль проезжей части. Если есть какие-то проблемные места, и мы до них пока не добрались, не дошли, я призываю граждан сообщать об этом. В администрацию города Симферополя, департамент городского хозяйства, письменное заявление. И на основании этого заявления мы будем давать поручения, изменять график покоса предприятия, чтобы граждане не испытывали дискомфорта от этого в последнее время преследующего нас растения. Амброзия является очень сильным сорняком-аллергеном. У людей, склонных к аллергии на растения, как правило, слезятся и краснеют глаза, появляется кашель и насморк. Аллергию вызывает не само растение, а его пыльца, которая способна разноситься на несколько километров. Специалисты рекомендуют жителям Крыма избавляться от амброзии с корнем, а тем, кто страдает аллергией, обратиться к врачу. Обратиться к врачам-специалистам для того, чтобы обследоваться и, возможно, провести иммуно-специфическую терапию. То есть, это обычно вырабатывается специфический иммунитет, то есть, берутся пробы, а потом антиген вводится дробными дозами и вырабатывается иммунитет к этому явлению, к врачам-амброзии. Работы по уборке сорняка будут проводиться до октября, до окончания цветения амброзии. Мария Мосур, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. В Симферопольском пруду под названием Нижний, вблизи радиорынка, утонул 30-летний мужчина. Трагедия произошла во вторник, ближе к вечеру. На пульт крымских спасателей поступил звонок в 19.20. Очевидцы сообщили, что молодой человек, якобы находившийся в нетрезвом состоянии, нуждается в помощи. Он вошел в воду и самостоятельно выбраться на сушу не мог. По экстренному вызову сотрудники Крымспаса, МЧС, скорой медицинской помощи и МВД прибыли на место происшествия. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Медики констатировали смерть. Причина гибели устанавливается. В России могут запретить парить вейпы и курить электронные сигареты в общественных местах. Кабмин поддержал идею приравнять эти устройства к обычным табачным изделиям. В случае, если ограничение вступит в силу, любителям пользоваться заменителем сигарет придется заплатить штраф. Если желание затянуться, застанет врасплох прямо на улице. Сумма варьируется в зависимости от конкретного места. Самое высокое – запарение на детских площадках. Как всегда, у инициативы появились свои поклонники и оппоненты. Кто прав, выясняли наши журналисты. Появились в начале 2000-х, пришли в Россию пять лет назад и заполонили улицы, укутав их клубами дыма. Но ценители вейпинга поправят. Пара. Вейп или электронная сигарета – быстрый способ отказаться от обычной табачной. Купить можно в интернете. Выбор широк, а цена вполне доступная. Самое дешевое – от 200 рублей. Есть наборы для эстетов. Тут суммы значительно выше. Но более простой путь – без длительного ожидания посылки. Табачная лавка или вейп-бар. Сейчас даже днем тут зачастую аншлаги. Причем пользуются опциями прогресса представители любых возрастных категорий. Очень по-разному. Все, кто хотят бросить курить – это молодые люди. То есть нет особой разницы – это молодые или просто люди. Просто взрослые люди более часто выбирают как раз-таки сигаретную стажку. Молодые люди чаще выбирают коленную затяжку. Люди больше вкуса и больше квартал. Впрочем, ударить по продажам может грядущий запрет вейпинга в общественных местах. Инициативу приравнять вейп к табаку поддержал Кабмин. Решил пустить пар на остановке транспорта, а плати – от полутысячи до полутора тысяч рублей. Постоянный клиент магазина Владимир – курильщик табака с 10-летним стажем. Просил пагубную привычку лишь благодаря заменителю сигареты. Теперь намерен отстаивать права единомышленников. Я с этим не согласен. Я сигареты понимаю. Они, во-первых, воняют, портят воздух, а во-вторых, они вредны для окружающих. Но вейпы к этому не причисляются. А вот Василий, избавившийся от дурного запаха, привычки и стресса, благодаря электронике, даже согласен с решением запретить вейп там, где это может кому-то мешать. Есть такие нормы, что нельзя курить при детях, нельзя курить на остановке общественном месте, прям при всех, не говоря уже про самолеты, автобусы. Естественно, это многим людям не нравится, это неправильно. Я так стараюсь не пустить. Детская площадка «Курение тут» карается самым значительным штрафом – 3000 рублей. И речь идет не о вреде здоровью окружающих. Для детей лицезреть пускание пара – негативный пример. Родители однозначно против дурного соседства – вейперов и своих чат. Ну лучше не надо, потому что дети смотрят, они же не понимают, электронная это сигарета или нет. И как бы, ну, желательно, чтобы этого не было. Главный вопрос, адресуемый курильщику вейпа – а так ли безвреден, остается открытым. Пока в силу молодости нового увлечения россиян не проводились длительные исследования состояния здоровья потребителей. Вейп заправляется добавками, состоящими из глицерина и пропиленгликоля. При желании можно добавить и никотин. Вывод прост. Пользуясь прибором, можно как минимум получить аллергию. Пусть там меньше концентрация никотина, но все мы знаем, что и в табачном дыме никотин не основной опасный фактор, что там содержится в табачном дыме более 500 различных веществ. Ну и, в общем, токсические вещества выделяются и при испарении жидкостей вейпов. В неопределенной позиции в вопросе вреда вейпа в сравнении с сигаретами придерживаются и ввоз, на которую ссылаются в Минздраве России. К тому же, вводя запрет, в Кабмине руководствуются не только стремлением сохранить здоровье, но и учитывают этические нормы, как в ситуации с дресс-кодом для туристов. В США уже опередили россиян в нежелании пускать пар. В Сан-Франциско в прошлом месяце ввели полный запрет на курение электронных сигарет. Поставить точку в вечном споре вейпофилов и вейпофобов сейчас сложно, пока первые продолжают сами устанавливать границы дозволенного, а вторые делать им замечания в местах массового скопления людей. Как бы там ни было, существует масса других общедоступных способов побороть стресс, если таковой имеется, при этом не рискуя вызвать недовольных взглядов окружающих. Руководствуясь таким методом, вы точно не влетите в копеечку, а пользу от потребления никто не оспорит. В Симферополе постепенно налаживается система общественного транспорта. Уже со следующей недели жители столичного микрорайона Петровская Балка снова смогут добираться в центр на привычных маршрутках номер 4, причем в современных комфортабельных автобусах. Решить вопрос удалось после встречи с начальником Симферопольского управления транспорта. Мы переходим ко второй части выпуска, и вот о чем пойдет речь далее. Божественные литургии в храмах, крестный ход с мощами святого равноапостольного князя Владимира проведут в Крыму и Севастополе. 28 июля полуостров отметит День Крещения Руси. Наша задача сейчас показать, что это не просто праздник, это часть нашей жизни. Крымский филиал Краснодарского университета МВД России выпустил первых в истории российского Крыма офицеров полиции. Как прошла торжественная церемония. Пять лет показали, что филиал пользуется авторитетом, филиал значим в Крыму. Решение принято. Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь и другие экстренные службы с включенными сиренами и мигалками. Теперь за отказ уступить дорогу скорой автолюбитель заплатит не 500 рублей, а до 5000. Возрастет и срок лишения водительских прав с трех месяцев до одного года. За воспрепятствование деятельности медработников, повлекшие тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет. Принудительными работами на такой же срок или штрафом до 80 тысяч рублей. Если отказ пропустить карету скорой помощи привел к смерти пациента, виновому будет грозить тюремный срок до четырех лет. Божественные литургии и молебны во всех храмах полуострова. Православные фестивали и экскурсии по собору Александра Невского. Все это пройдет в Крыму и Севастополе 28 июля. В день крещения Руси на полуострове совершат обряды массового крещения. Проходить они будут как в церкви, так и в море. Кроме того, в этот день в городах запланированы крестные ходы и акции. О том, как крымчане отметят день, изменивший в корне ход истории русского мира. Подробнее в нашем следующем сюжете. Одно из главных век в истории России – принятие христианства. Так, еще в 988 году князь Владимир совершил таинство крещения, после чего история Руси получила новый виток развития. Примечательно, что именно Крым стал колыбелью русского православия. Великий князь принял христианство здесь, на полуострове, в Крещаной бухте. Спустя тысячелетия Россия не утратила заветы прошлого. Ежегодно 28 июля по всей стране, во всех храмах проходит богослужение. Для православных полуострова этот день также несет свой сакральный смысл. Наша задача сейчас – показать, что это не просто праздник, это часть нашей жизни. И если мы хотим сохраниться как самоидентичный народ, как целостное государство, которое имеет завтрашний день, мы должны бережно относиться к этим духовно-нравственным традициям, отмечать их не просто как праздник, а отмечать их в своей жизни, то есть наблюдать, участвовать и передавать, конечно, последующим поколениям. 28 июля весь Крым будет возносить свои молитвы под куполами храмов. Божественные литургии, молебны во всех храмах полуострова, православные фестивали, экскурсии по собору Александра Невского – все это пройдет в Крыму и Севастополе. В Евпатории в этот день совершат обряды массового крещения. В Севастополе проведут крестный ход с мощами святого князя Владимира в Херсонесе. 28 июля традиционный крестный ход с мощами князя Владимира от Свято-Владимирского собора, усыпальницы адмиралов, к Свято-Владимирскому собору в Херсонесе. Этот крестный ход был учрежден императором Александром II, и личный им регламент этого крестного хода был лично им расписан. Мы возобновили этот крестный ход по благословению нашего правящего архиерея 10 лет назад, и в этом году этот год будет не исключением. Основная цель таких мероприятий – вспомнить еще раз великое событие – крещение Руси, как особую историческую дату в жизни славянских народов. Анна Беляева, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Оркестр, праздничный марш и традиционное подбрасывание монет. В Симферополе, в крымском филиале Краснодарского университета МВД России, прошел торжественный выпуск лейтенантов полиции. 69 новоиспеченных и уже дипломированных сотрудников органов внутренних дел прощались с родным вузом и однокурсниками. О том, как прошла трогательная церемония, в материале Яны Витренюк. Сегодняшний выпуск особенный. В этом году вся страна отметила пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Такой же возраст имеет и крымский филиал Краснодарского университета МВД России. День выпуска – самый долгожданный праздник для любого курсанта. В нем итог напряженного труда каждого будущего военнослужащего. Ждал этот день Ярослав Ткаченко. Парень закончил вуз с красным дипломом. После школы выбора, куда поступать, не было. Ведь вся семья состоит из военнослужащих. Поступал в 2014 году. Можно сказать, семейная традиция. Но семейная традиция именно служить в военнообразовательных учреждениях. То есть у меня дедушка, отец, и вот выпала мне такая стезя. Но выбрал именно МВД, потому что душа больше лежала к МВД, к правопорядку, к защите правопорядка. Немало в этом году выпустилось и девушек. С каждым годом выбирают в стезю военнослужащих все больше представителей слабого пола. В том числе и Татьяна Петькевич. Связать свою жизнь девушка планирует с работы следователя. При выборе профессии я руководствовалась своим разумом, внутренним убеждением. Изначально, скорее всего, побудили меня к избранию профессии фильмы, где сотрудники полиции были представлены героями общества. А впоследствии уже и для самой захотелось добиваться справедливости, бороться с преступлениями и защищать граждан. Этот день выпускникам запомнится на всю жизнь. Сегодня рядом с ними родители, близкие друзья. Все те, кто поддерживал сложные моменты учебы. Вся церемония сопровождалась оркестром. А во время прощального марша курсанты в воздух подбросили монеты. Денежный дождь символизирует блестящую будущую карьеру молодых офицеров. Одна из главных и, пожалуй, самых трогательных традиций, существующих в военных вузах, это в последний раз отдать дань уважения знамени университета и попрощаться с главным символом учебного заведения. По команде весь строй опускается на правое колено и замирает на минуту, тем самым отдавая не только честь знамени своего училища, но и дань памяти всем, кто отдал своей жизни защите Родины. Сегодняшний выпуск – значимое событие не только для самого вуза, но и для Крыма и всей России в целом. В 2014 году университет открыл свои двери для крымских ребят, и на протяжении пяти лет они обучались в этом филиале. Я уверен, что это лучшая часть крымской молодежи, потому что спрос в филиал большой, и пять лет показали, что филиал пользуется авторитетом, филиал значим в Крыму. Сегодня сотрудники органов внутренних дел несут нелегкую службу по охране закона и правопорядка, противостоять терроризму и экстремизму, криминалу и коррупции. 69 новоиспеченных лейтенантов полиции будут достойно нести свою службу на благо Родины. Яна Витренюк, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. За руль только трезвым. В течение нескольких дней сотрудники ГИБДД на главных улицах крымской столицы проводили профилактическую акцию «нетрезвый водитель». Во время рейдов инспекторы остановили пятерых водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В случае, если нарушение впервые, водителю грозит лишение водительских прав от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Если привлекался к ответственности и ранее за подобное, ему придется заплатить от 200 до 300 тысяч рублей, выполнить принудительные работы или получить тюремный срок до двух лет, а также лишиться права управлять автомобилем до трех лет. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Оставайтесь вместе с нами и узнавайте больше интересного на телеканале ИТВ. А я прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова